Маслёта пришла! Отворяй ворота! Заходите, проходите, проходите! За воротами у печи Емеля танцевал, да гостей созывал. В миру это студент Алексей Панфилов. Если в сказке Емеля ленив, то Алексей ради улыбок и хорошего настроения самарцев готов на многое. Сегодня пришел развлекать горожан после учебы. Роль сказочного персонажа он примерил на себя впервые. Сижу на печи, спрашиваю детей, какие виды транспортов они знают. Ну и потом провожу к печке, печка загадывает загадки. Самое главное в душе солнца. Зима заканчивается и изнутри начинает греть. Гостей ждут и другие сказочные персонажи на различных площадках. А в усадьбе Деда Мороза с самарцами прощается сам бородатый хозяин зимы и его внучка Снегурочка. Занятий на площади Куйбышева в маслочную неделю много. Народные забавы, мастер-классы, концертные площадки. Свои товары на ярмарке «Город мастеров» представляют около 100 ремесленников. Самарцы уже потянулись на площадь Куйбышева за хорошим настроением. Среди гуляющих есть и иностранцы. Нам отлично, нам очень нравится. Не знаю, мы только вот сейчас пришли, у меня муж из Испании. Вот, приехали, как бы, не знаю, посмотреть скульптуру русскую. А на всю эту красоту с улыбкой смотрит нарядная маслена. Даже ей приходится соответствовать моде на высоких девушек. Ее рост 21 метр. А прямо за масленой разместился четырехметровый надувной самовар. Такой масштабной масленицы город еще не видел. В прежние годы как-то так получалось, что мы празднули все-таки в один день, это было воскресенье. Поэтому здесь, на площади Куйбышева, каждый день, начиная с понедельника, с 20-го числа, мы ждем ребят и их родителей на творческую программу «Самарская масленица». В рабочие дни гостей ждут на площади с 4 до 8 вечера, а в выходные и праздничные дни с 12. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю колдовать! Масленица – праздник не только вкусный, но и волшебный. Здесь нашлось место даже для русских народных сказок. Вот и мы решили присоединиться к этому волшебству. А у самарцев для этого есть еще целая неделя. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События.